Девушки отдыхают Если делать нечего тебе, мой друг Если ты от жизни, от своей устал Может, вы заглянешь в наш вечерний квартал Здесь красавки танцуют, здесь всегда пулы сал Здесь учетки целовают, даже если устал Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал Каждый вечер, вечер наступает вдруг Если делать нечего тебе, мой друг Если ты от жизни, от своей устал Может, вы заглянешь в наш вечерний квартал Здесь сияют витрины И горят фонари Здесь сигналят машины От зари до зари Здесь красавки танцуют, здесь всегда пулы сал Здесь девчонки целовают, даже если устал Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал Наш вечерний квартал Спасибо большое, мы начинаем Вы знаете, в принципе, пока мы с вами не виделись Ничего не поменялось И в Украине, и во всем мире Все осталось настолько же политизировано Что о политике говорят на всех телеканалах Действительно так И, знаете, продолжают говорить даже на телеканале Дискавери Поэтому не случайно представляем вашему вниманию Выпуск политических новостей на телеканале Дискавери Внимание на экран Итак, задержанный бывший глава фискальной службы Украины Роман Насиров утверждает, что он ни копейки не украл из госбюджета На морковке спалился Представьте, обычный житель столицы Добирается на работу по киевским дорогам Все Олег Лешко заявил, что украинские депутаты даже не чешутся В отличие от него Ну, видимо, так и есть Находчиво, да Ну что, продолжим Представьте, скандально известный депутат Дмитрий Добкин С однопартийцем на заседании Верховной Рады Что-то обсуждается Голосование Да, совсем недавно все отмечали Международный женский день Поэтому сейчас немного восьмиматровской тематики Представьте ситуацию Вы на 8 марта пригласили супругу в ресторан А она выбрала ресторан здорового питания Весело Ну, продолжая восьмимартовскую тему Наконец-то стало известно Зачем мужчины в этот праздник дарят своим любимым Дорогие айфоны и айпеды Вся любовь Некоторые женщины считают, что 8 марта Мужчина обязательно должен принести завтрак в постель Потому что это безумно сексуально Прелестно Вот так и происходит этот день, знаете Завтрак в постель Небольшой банкет на работе Романтический ужин в ресторане Итак, представьте Утром 9 марта Любая женщина Сегодня помимо нас Женщин будет поздравлять большое количество звезд Один из которых настоящий мужик Рэпер Полиграф Шариков Наша ляля клевая девчонка Наша ляля девочка красавица Ляля на соседе улице живет Ляля с нашими ребятами не знается Друзья, у нас в гостях Полиграф Шариков Встречайте Добрый вечер Добро пожаловать Добрый вечер, Киев Граф Прекрасная форма Да, мягко говоря Какая форма, я в домашнем Да-да, я вижу Но что, не секрет уже И клипы мы все видели Если обратить внимание на фотографии У нас, кстати, есть фотографии А вот, пожалуйста Отличная, великолепная форма И понятно, что Красивые девушки от вас без ума Да, но если Вас, полиграф, хотят красивые девушки То у нас есть человек, с которым Не против все остальные Встречайте Евгений А вот, примерно так Что же, как вы видите, абсолютно два разных человека Но с одинаковым успехом у женщин Давайте узнаем, как вы достигли всего этого А вот вы, например, граф Ну, скажем, что вы делаете с прессом? В смысле? Горжусь им просто Я понимаю Как качаете его, что ли, я кажется? Я не качаю У меня просто специалист по фотошопу очень хороший А, в этом вся засада Ну, а вы? Значит, смотрите, я объясняю Чтоб живот был правильной Шаровидной формы Главное, день через день спать на разном боку Все, прекрасно Ну, хорошо Скажите, граф, с чего лучше начинать тренировку? Чтобы лишней нагрузки не было Разминка Разминка Легкое кардио Вот Как вы понимаете, да? Кардио Я понимаю, да Я болею за Динамо Киев с самого детства К кардионагрузкам я привык Да Ясное дело Ну, а Как насчет, не знаю, там Правильного питания? Правильное питание очень важно Ну, а какое-то абсолютно спортивное может быть, анаболики Обязательно Не без этого? Если они правильно приготовлены Ага, понял А у вас со спортивным питанием? Я извиняюсь Питание считается спортивным, если я ем шаурму на ходу, нет? Понятно Если курица завернута в железный блин, то да Если она курица, то она курица, братан Давайте Неимоверно Хорошо Про ноги Меня интересует Сколько времени уделяете тренировке ног? Ну, если это женские ноги То Долго может быть Понятно Долго тренируем А вы, Евгений? Значит, смотри Я считаю, ноги есть Они идут Все хорошо Вот так Нет, ну серьезно Я просто слышал, что приседания Это прям активный способ похудеть Это правда Да, кстати, приседания активные Но у меня Кент присел на 4 года Вышелся, стройный, подтянутый Вот такой Ясно Я понял Скажите, граф По поводу трицепса Как правильно прокачать трицепс? Ну Французский жим Отжимания Нормально Или просто родиться с талантливым трицепсом Или так А у вас, Евгений, что с трицепсом? Трицепс? Бог миловал Я не болел Так, слушай Извините Да Хорошо Если не секрет Сколько жмете от груди? Ну, где-то в районе 100 рабочий вес 100 кг Ну, а если металл драгоценный, то могу, наверное, и больше взять Наверное Вопрос к вам Да Жим лежа 100 кг сможет? 100 кг? Ты что, я максимум жим-жим лежа буду делать Понятно Ну, слушайте, друзья Абсолютно понятно Просто хотелось бы в целом Ваш режим в спортзале Четыре раза в неделю тренировка Понедельник, вторник, среда, четверг тренировка Три дня отдыха И так по кругу Значит, смотрите Понедельник, кардио Вторник, крепатура Потом май Потом Новый год И так по кругу Все понятно, друзья Ну, понятно, что бицепсы, трицепсы Это, конечно, важно Но все мы понимаем, что За наши отношения Любовь к женщинам Отвечает совершенно другая мышца Которую вот так вот с проходника нельзя показать со сцены Которая бьется в унисон Нет, подожди Если я пьяненький, я могу и показать Так, я понял Давайте мы посмотрим это за кулисами А у нас в гостях Полиграф Шариков Все-таки Что, друзья, мы продолжим И сейчас вот о чем Недавно в Киеве Появилась клиника израильской медицины Уникальность этого медицинского учреждения Не только в том, что в ней работают ведущие израильские специалисты Но и в том, что это единственная клиника в мире С платным входом Давайте посмотрим Салом Сара Абрамовна Да, это я, я вас слушаю Позовите-ка мне 500 евро Кого? Ну, следующего пациента А, ну сейчас Пожалуйста Здравствуйте Я извиняюсь у вас на личный с собой Конечно Тогда здравствуйте Здравствуйте Ну, и кому вы болели до нас? Доктор, прежде чем мы начнем Я хочу поинтересоваться Насчет скидки постоянному клиенту Помните, я был у вас 7 лет назад? Конечно помню Вы тот самый пот Который ушел из нашей больницы в наших бахилах Да Вот они, кстати, я их подшил Спасибо Ну, на что вы жалуетесь? Знаете, доктор Я больше не могу заниматься со своей женой любовью каждый день Я вас поздравляю Я вас поздравляю, что такое? Я теряю зрение Объясните Не вижу в этом смысла Ну, хорошо Ну, попробуйте что-то другое Да, но за что-то другое надо платить И шо? Шо и шо? Какой смысл платить за что-то другое, когда рядом лежит что-то бесплатное? Очень логично, я вас понимаю Хорошо Можно я вас послушаю? Конечно, можно Значит, слушайте Вчера Мойша из соседнего дома принес какую-то байду Ротик просто прикройте И дышите Дышим Очень хорошо здесь Еще дышим глубже Очень хорошо Здесь замечательно Я вас поздравляю У вас везде есть шо полечить Слушайте, доктор Вы не юлите Вы скажите прямо Сколько меня ждет? Пустяк Мелочь Вы знаете Вырезать аппетит Какие-то 500 евро И об этом можно забыть Вы в своем уме? Шо? Как я могу заплатить 500 евро И забыть об этом? Вы шо? Давайте дешевле Дешевле не получится У моей доченьки скоро свадьба Она выходит замуж Знаете, еще Давайте тогда как-то взаимозачетом В смысле? Я тоже не последний человек В смысле Вот моя визитка Ух ты Почитали? Да Верните обратно Пожалуйста Я вам объясню Все очень просто Если вы много не заплатите Вы много не протянете Да? Да, я вам обещаю Секундочку Да, пожалуйста Так, катафалк Так сказать, мои активы Я могу рассчитывать на какие-то дивиденды Ну, максимум на что вы можете рассчитывать Что мы вам вернем активы обратно Ну, с моими процентами Вы умеете убеждать Конечно Давайте посмотрим приз куран А тут все очень просто Смотрите Сделать у нас укол 10 евро Да Сделать укол иглой 20 Интересно Сделать укол с лекарством 30 Да И сделать укол вам 100 евро Так, подождите Что вы ржете А вот это Что за пункт у вас Расходы на услуги после смерти? А что, вы представляете Идти себе в морг Своими ножками? На этом случае У нас есть два водителя катафалка Так Вадик и Серожа Вадик стоит 50 евро Серожа 100 Почему Серожа 100? Он по пути делает экскурсию Я понял Ну, обзорочка Извиняюсь Алло Я у аппарата Нет Нет Эта операция не может быть дешевле Нет, она стоит 3000 евро Я вам уже говорил Не надо на меня кричать Не надо повышать голос Да мне накакать, кто ваш папа? Сынок, мойся Иди делай уроки Перестань звонить Доктор Да Знаете, я изучил полностью ваш пресс-курант И что? Я больше не уверен, что мой аппендицит меня беспокоит До свидания Подождите, я понимаю, что большая часть болезней лечится калькулятором Но у вас совершенно другой случай Аппендицит придется вырезать Хорошо, вырезайте Вырезайте, только не выбрасывайте Я вам обещаю, все, что останется на операционном столе Мы потом завернем вам с собой Так вы что? Так это же меняет дело Конечно Хорошо, кто мне будет делать операцию? У нас есть два хирурга Так Один делает очень плохо Но очень дешево Второй делает очень хорошо, но очень дорого И оба таких человека сейчас перед вами Интересно Скажите, я могу рассчитывать на какую-то скидку, если переведу вам друга с таким же диагнозом? Боюсь, что нет А если так, если я поприсутствую на подобной операции Разберусь, что там к чему и сделаю все сам На этом вы не сэкономите А если я приду сразу разрезанный? Как это может быть? Вы же будете под наркозом И что у вас наркоз стоит? Очень дорого, но без наркоза у нас очень больно Подождите, если я возьму наркоз, откуда я буду знать, что мне было так больно, как вы об этом кричите? Поверьте, мы вам сделаем максимально больно, чтобы вы получили максимальное удовольствие от наркоза Так, хорошо, еще наркоз действует? За редким исключением На прошлой неделе был один пациент, которому мы сделали наркоз Но он через силу оставался в сознании, чтобы проконтролировать, что мы ему влили весь наркоз, за который он заплатил Интересно Кстати, если будет переливание крови, какая у вас группа, если вдруг? Если вдруг? Да Если вдруг, самая дешевая Я был уверен, так, еще Подождите, вот эта пижамка, в которой мне будут делать операцию Да Я могу ее потом забрать домой? Мало того, что можете Обязанный забрать домой, потом вернуть нам обратно, после того, что постирали Она у нас одна Я понял Я извиняюсь Алло Здравствуйте, Зара Абрамовна Да, пришли результаты анализа вашего мужа Я вас поздравляю Через два месяца можете сдавать комнату Его комнату, да Нет, мне не надо, вам надо? Нет Спасибо Доктор, я подумал Ну? Я согласен на операцию, только я немножко переживаю Не переживайте, у нас все на высоком уровне Поверьте, даже нитки, которыми мы зашьем вам бруска, через неделю рассосутся Рассосутся, то есть исчезнут Конечно Нитки, за которые я заплатил, просто исчезнут Именно То есть они мои, но их нет Что вас не устраивает? Вам ни капельки не стыдно, доктор? Боже мой, я не знал, что вы кроме того, что пост еще такая жаба Хорошо, мы зашьем вам бруска такими нитками, которые нужно достать, и вам будет больно Доктор, что может быть больнее, чем смотреть, как пропадает твое? Зачем вам 12 сантиметров обычной нити? Значит, зачем? Из нее можно сделать все, что угодно Что? Что, что? Можно сделать петельку для пуговицы Можно вырвать молочный зуб нашему Йосе Да, конечно В конце концов, когда моей тещи вырезали желчный пузырь, мы потом еще полгода в нем мелочь носили Очень находчиво, а почему всего полгода? Вышел из моды Понимаю Можно вашу историю болезни? Конечно, можно Значит, смотрите, я родился в 83-м году уже сразу болезненным ребенком Да просто передайте Да, извините Так, ну что тут? Что вы мне морочите мои колокольчики? Вам же вырезали аппендицит у нас 7 лет назад Да, доктор, но у вас сегодня такие скидки, что я не мог пройти мимо Я вас поздравляю Операция назначена на 15 мая Подождите, 15 мая это суббота И что? Шаббат Не переживайте, операцию будет делать мой ассистент, он палестинец Понятно Да, да, шалом Спасибо Спасибо Владимир Зеленский Вы знаете, недавно в честь Леонеля Месси в испанском языке появилось новое понятие Inmessionante Обозначающее прекрасную манеру игры в футбол После этого прецедента в украинском языке тоже появилось несколько новых понятий И мы вашему вниманию их хотим представить Поросючить Вызывающее вести себя на светских мероприятиях Совченожить Ходить босым зимой, закаляться Выяснуться Прыгнуть выше головы Производные Да выяцываться Обозначает переборщить с выяцыванием Авачный Наградной Производные Авачить Дарить, жаловать Пример Мне вчера заавачили пулемет, теперь я легко могу поросючить Продолжим Сгончараздить Украсть что-либо на очень короткий срок Производное Гончараст похищенный Пример Кто-то довыяцывался и его сгончараздили Далее Идем дальше Ляшара Человек, которому отказывают в визе без объяснения причин Пример в диалоге Почему вы отказываете мне в визе, у меня же есть все документы Да, но вы Ляшара Идем дальше В шоу-бизнесе также появилось несколько новых терминов Дать горбуна Сделать ребенка Козловствовать Побираться Скитаться А кондратить Принуждать Козловствовать Выступление следующего артиста, который появится на сцене вечернего квартала с нетерпением ждут не только зрители, но еще и наши танцоры, декораторы, хореографы Потому что во время его выступления нам всем не нужно вообще ничего делать И у нас есть 10 минут на то, чтобы просто отдохнуть и тяпнуть коньячку Встречайте на сцене один из авторов студии «Квартал 95» Валерий Житков Или Тамбовский Волк Добрый вечер По традиции хочу передать вам привет от всего авторского цеха студии «Квартал 95» Спасибо, их там за кулисами очень много, им будет приятно Хочу сегодня поговорить о реформах Ха-ха, сказал мужчина Реформы продолжаются и продолжают уверенно вести нашу страну В разные стороны В том числе и реформы в образовании Особенно успехи видны по учебникам истории Специалисты ищут там ошибки и старательно исправляют их на новые Дело важное первоочередное и оно, кстати, натолкнуло меня на очень интересную мысль На идею, идею, как укрепить авторитет нынешней власти Ну или хотя бы немного приподнять его с пола Уважаемая власть, смотрите, вместо того, чтобы постоянно объяснять людям Почему вы не можете справиться с коррупцией, с кумовством Почему не получается строить нормальные дороги Вместо этого нужно воспитать новых людей Которые будут воспринимать эти проблемы Как само собой разумеющиеся Как что-то нормальное Как неотъемлемую часть своей жизни Для этого всего-навсего нужно Немножко исправить школьные учебники А вот прям слету Самое первое, что приходит в голову Для того, чтобы не объяснять, почему у нас ужасные дороги Достаточно в учебнике географии Написать, что восточно-европейская равнина Вот на которой расположена Украина На самом деле называется восточно-европейская неровность Или корявость Ну и все И сразу уже все вопросы не к автодору А, собственно, к строению земной коры Детей ведь можно убедить в чем угодно Можно даже написать, что земля опять стала плоская, как раньше Опять стоит на трех китах И, кстати, это объяснит, почему вот, ну Когда земля плоская Это помощь из Америки, да, с другой стороны Она так долго к нам идет И доходит не вся, да Потому что часть забирают киты Как вариант, да Опять же Спасибо Опять же понятно, почему Америка не дает нам много, да Потому что тогда у нас будет тяжело И земля может перевернуться Все же сразу становится понятно Правильная школьная программа воспитает Правильное отношение к любым проблемам Например, вот вечная история Это несчастливые семьи, да Все очень просто Нужно просто немножко поменять уроки труда для девочек Пусть они по-прежнему готовят, там что-то жарят, пекут Но урок ведет трудовик Пусть девочки с ранних лет привыкают к тому, что пьяный, агрессивный мужик на кухне – это нормально И что у всех так? Еще одна проблема – это наша любимая коррупция Политики даже любят называть ее болезнью, да Тут я не совсем согласен Просто те, кто, собственно, болен Они чувствуют себя лучше, чем здоровые Уж сколько мы с этой коррупцией боремся Сколько мы ее не искореняем Она у нас все крепче и крепче Вот мне повеселило даже сам факт, что наше руководство уговорило Европу Выделить нам на борьбу с коррупцией деньги Деньги, да, на борьбу с коррупцией Это вот, как если бы муж сказал жене, дорогая Я бросаю пить Но для этого мне нужна бутылка водки И она верит, говорит, да, конечно, на А смотри, если выпьешь, больше не дам А ему сейчас больше и не надо Ему нормально Ну, в смысле, нам, да Ну, в смысле, даже им, да, тем, кто заболел Вообще, как можно в стране победить коррупцию, если она повсюду? Если она вокруг нас, если мы в ней живем? Как можно бороться со средой своего обитания? Вот поднимите руку те, кто никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах Никому ничего не заносил Не, ну реально, поднимите, ну хоть кто-то ни разу никому ничего не заносил А вот мужчина две руки поднял Двое, вот подняли руки, да Вот посмотрите на них, это те, кому вы заносите Ну, просто по-другому у нас в стране нельзя Человек, который не участвует в коррупции Он у нас ни выучиться не сможет Ни вылечиться, ни даже похорониться нормально Он, кстати, и жениться даже не сможет Потому что невесту у нас по какой-то причине тоже нужно выкупать Хотя зачастую, кто там кому одолжение делает, я бы еще поспорил, да Давайте вот после всего этого посмотрим правде в глаза И скажем, что у нас вся страна это преступники И для того, чтобы начать борьбу с коррупцией Нам для начала, вот так по-честному, нужно всем взять и сесть в тюрьму Вот всем до одного, да Идея хорошая, да, идея хорошая Но я уверен, что даже если мы сейчас договоримся Да, то все равно не все сядут Потому что найдутся такие, кто порешает Раз коррупция непобедима Нужно просто изменить к ней отношение Вот у нас просто учителя говорят, учат детей, что воровать это плохо При этом дети, глядя на то, как живут учителя Они не видят доказательств тому, что не воровать это хорошо Ну, в данной ситуации было бы логично наоборот Не ругать коррупцию, а приучать к ней Даже можно ввести в школе такой предмет, основы коррупции И там объяснять детям, кому нужно давать, сколько В каких случаях, да Просто чтобы дети были готовы к взрослой жизни А вот не так, как я два года назад уже Отнес 200 долларов в роддом, ну, чтобы все прошло нормально А у меня опять девочка родилась Может, не тому дал, может, надо было 300 Никто же не объясняет, как надо Кстати, вот эта вот коррупция Это будет самый важный предмет в школе Потому что именно он поможет детям определиться с будущей профессией Петров, куда тебе в юридический? У тебя по коррупции еле-еле тройка Иди уже в инженеры, не выпендривайся А уже на уроках этой самой коррупции Объяснять детям подробно, почему у нас так, а не иначе Почему у нас одним все, а другим ничего Почему у нас судьи и прокуроры такие какие-то особенные Все очень просто Дети, надо читать параграф номер 4 Потому что все наши судьи и прокуроры Это не обычные люди Это потомки дворян Поэтому все они живут в замках Охотятся в заповедных лесах И едят из золотой посуды Не, реально, у нас Чем наши судьи и прокуроры Отличаются от средневековой знати? Должность передается по наследству Женят детей не только на таких же, как они Естественно, что в таких династийных браках Потомство получается не всегда полноценным Но ничего страшного, есть же районные суды Там тоже кто-то должен работать Весь мир давно перешел на фотографии А нашим судьям и прокурорам в день рождения до сих пор пишут портреты Как в 14 веке Это же все правда И нас с вами это правда раздражает А вот если детям преподнести ту же самую правду В интересной форме Добавить романтики Написать книгу, не знаю, там, про прокуроров круглого стола Дети совсем по-другому будут относиться И к вашим замкам И к вашим портретам в золотых рамах Я вот советую властям Все-таки взять это на заметку Ну, не меня, а вот, собственно, мою идею Просто раз вы сами не хотите меняться Воспитайте поколение людей Которые будут любить вас такими, какие вы есть Будут уважать, восхищаться И самое главное, не задавать лишних вопросов Займитесь молодыми, просто нас-то уже по ходу не переучишь Спасибо вам большое Валерий Житков Ваши аплодисменты, друзья, ему и всему авторскому цеху в его лице Спасибо, друзья Мы продолжим Ну, несмотря на то, что праздники у нас практически каждый день Тем не менее, когда выходишь из длительного запоя Как правило, обычно ничего не помнишь Представьте, рано или поздно это должно было произойти Итак, Игорь Плотницкий и Александр Захарченко Протрезвели А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Кто мы? Я нифига не помню. Господи, как хреново-то, а? Ох. Для начала надо понять, кому может быть так хреново. Так хреново может быть только алкашам. Нормальное начало. Мы алкаши. Давай дальше, крути. Что такое? Мы в военной форме. Нормально. Мы алкаши в военной форме. Да. Вариант один. Какой? Мы сторожа. Сторожа. Мы сторожа, брат. Отлично. Где? Где мы сторожа? Ну. Что это за флаг? У меня написано ДНР. ДНР, ДНР. От ДНР. Я понял. Что? ДНР. Дельфинарии. То что? Мы сторожа в Дельфинарии, братан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подожди, а что у тебя написано ЛНР? Все правильно. Если ДНР – это дельфинарии, то ЛНР – это лунный парк. Ха-ха-ха-ха. Охренеть. Ха-ха. Мы сторожа. И оба работаем в сфере развлечений. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Пока все правильно. Саня. Давай, подожди, что значит Саня? Что? Откуда ты знаешь, что меня зовут Саня? И тебе орден на груди написано Александру Захарченко. Охренеть. Это что ж должно было в Дельфинарии произойти, чтобы мне дали орден? Это да. Мы точно в Дельфинарии, Саня? Железно. Смотри, как рыбой воняет. Да. Я нифига не помню. Я вспомнил. Шо? Вспомнил. Значит, мы с тобой до этого пьяненьки. Так. На плацу. Так. Я стою вот так. Так. Мимо едут БТРы. И мы отдаем честь. О, Саня. Видишь как? Все-таки дожили мы до того момента, когда сторожей начали так сильно уважать. А, да. Да, вот видно. А! Чего ты? У меня пистолет. А что? А что ты испугался, Саня? Может он не настоящий? Да. Потому что не грушечный, чтобы детей в Дельфинарии развлекать. А я попробую. Да, ну давай. Ой, я бежу, бежу. Бежу. Ага. Вот сейчас все, пожалуйста. Ваш кофе, как заказывали. В смысле? Что в смысле? Ну, один выстрел кофе, два выстрела водочка. А я там тоже стою, удивилась. Просто выше один раз никогда не стреляли. Ну, приятного там сахаром же. Спасибо. Ты понял? Сторожа уважают. У нас есть секретарша. Уровень сторожика. Ух ты, альбом. Да. Интересно. Первый съезд ДНР-ЛНР. Съезд сторожей, что ли? Судя по рожим, да. Да, причем международный. Смотри, тут Кавказцы, Якуты, все. Нормально. Бери. Сейчас. Алло. Захарченко у телефона. Да мы не знаем, кто мы. Ты кто? А ты где? В луже сидишь? Может, ты дельфин? А в чем ты? В военной форме? Ты сторож лужи. Так и сиди, давай, сторожи. Ты понял. Какой-то странный у нас дельфинарий, Сань. Чего? У меня штаны по колено мокрые. Нормально, может, и с дельфинами. Баловался, намочил. Не, странно то, что ниже колена они сухие, Сань. Ты посмотри. Алло. Захарченко у телефона. А ты кто? Кто? Сейчас, секунду. Говорят, воинское подразделение, около ста человек. Спроси, сколько букв. Сколько букв? Тодорота. Поздравляю. Молодец. Так, посмотрим. Что? Что, где про нас в газетах, что пишут? Что пишут, давай поймем, кто мы. Смотри, значит, вчера на Плотницком у меня было совершено покушение. Ни хрена себе, это что же у нас за лунопарк такой? Если за место сторожа такая борьба развернулась. Конкуренция, братан. Не, Сань, что-то тут не то. Что? Не то, что-то все и флаги, и ордена, вот эти твои газеты, альбомы. Не кажется, что для одного дельфинария это многовато? Ты голова. У нас сеть. Сеть дельфинариев. Не, 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 не. Я понял. Что? ДНР. Ну? Сокращенно, донор. Ты почетный донор. Причем настолько почетный, что у тебя даже флаг свой есть. А что тогда на флаге у орла две головы? Наверное, кровь хреновая, Сань. Наверное, так. Может. Не, наверное, закапываемся. Закапываемся. Давай, мы сторожа. Сторожа. Все, определились. Да. Определились. Ты понимаешь, а? Ты что ж такое? Алло! Захарченков у телефона. Да. А ты кто? Конечно, знаем кто ты. Сейчас, секунду. Кто такой Песков? Песков. А, но Антуа Гузарова, то Леонтьев. Парадист. Переодевается все время. А, мы узнали тебя, Песков? Не, Песков, не приезжай. Смотри, то, что ты до этого делал, это может быть смешно. Да, сейчас нас не заводят. Нет. Оставайся в Москве. У нас на Донбассе таких не поймут. Каких-каких? Сладких таких, манерных. Парадист, давай. Ты смотри, так, что на мне одето. Камуфляж? Ну? Стандали, носки. Ну, все. Не сторож, не сторож, а вкус у меня есть. Красава. Да ты посмотри. Алло! Я ж тебе сказал. Это дельфинари. Ты хорош пародировать, я тебя узнал, Песков. Я тоже так могу. Добрый вечер, буду краток. Да, да, пародист, хренов. Не звони сюда. Шо? Понял, передам, давай. Говорит, чтоб мы начинали бухать, а то с нами разговаривать невозможно. Не вопрос, зови старожиху. О, это ж другое дело, так бы и сразу. Бежу, бежу. Давай, Монечка, давай, кроссонка, давай. На. Раз. Два. Давай, за нас торожи, братан. Давай, братан. Не знаю, как память, но зрение ко мне вернулось. Пойдем посмотрим в окно, может узнаем, где мы. Давай. Так, смотри, везде бигборды с нашими лицами. Подожди, я все понял, кто мы. Кто? Бигборды по всему городу с нашими лицами. Ну. Мы в военной форме. Так. Мы группа Любе. Точно. Точно, Саня, точно. Давай, выбей. Давай, за нас. Классно поешь. Так я же Любе. Добрый день. Ах ты. Мы к вам. Слушай, это у меня двоится, или ты тоже это видишь? Вижу. Вы кто? Здрасте, пожалуйста. Вы что, российские новости не смотрите? Мы же супердиверсанты. Я Зорин. Я Шкиряк. Близнецы, что ли? Да. Ну, отцы у нас разные. У меня Чак. У меня Норрис. Ага, так ты Чак Шкиряк. А ты, Зорин Норрис. Ну, ну, и откуда вы? Я из Ивана. А я из Франковска. А далеко. Да, ну, присаживайтесь, раз приехали, угощайтесь. Спасибо. Спасибо, мы только с поезда перекусили там. Я ел в вагоне. А я в ресторане. А что ели? Я Киш. А я Миш. Ну, потом мы еще десертами догнались. Я ел крем. А я в руле. Может быть, поэтому нам сейчас надо в сортир. Да, где у вас? Ну, вот, вот здесь. Иди. Спасибо. Веселые вы, ребята. Красивые, да. Ну, рассказывайте, чем занимаетесь. Да, ну, сначала там бизнес у нас был. Я занимался куплей. А я продажей. Понятно. Да, ну, потом мы в спорт большой пошли. Я играл в пинг. А я в понк. Хорошо. Все. Ну. А, да, я, собственно. Понимаю. Чего заходил-то? Так, ребят. Вот вы тут ерундой занимаетесь. А мир — непростая штука. Мы, так сказать, сами себе ищем проблемы. Бежим от прекрасного. А вместо того, чтобы просто взять... Снять колпачок, шикнуть два-три раза и держать подальше от детей. Так, хватит читать инструкцию. Освежительный воздух, я тебя прошу. Ребята, извините, нам пора. А то у вас, знаете, в коридоре и так толпа стоит. Какая? Там и трое братьев. Какие? Ну, Алексей. Дивеев. И церковный. Понятно. Нам пора, ребят. Чао, какого? Салам. Давайте. Пора заканчивать бухать. Согласен. Алло, телеканал «Россия»? Вы там бухать заканчиваете? Ты от Пескова. Алло. Да. Я понял. Сань, мы стопудово в лунопарке. Чего? Сказали, скоро выборы, готовьте карусели. Зови старожиху. Понял, братан. Держим, держим, держим. Только не на пол, я вас прошу, держим. Хух ты, ёлки, а. Шо, всё-таки вспомнили, кто вы, да? Нет, да, малая. Мы сторожа. Сколько же это может продолжаться, а? То проснулись с ведрами на голове и решили, что вы рыцари. То проснулись и два часа рассуждали, что вы кроты, пока я свет не включила. То голые проснулись и решили, что вы эти, как их. А, кстати, тогда вы всё правильно решили. Шо? А ну иди сюда, малая. Я снял телефон. Квартал 95. Ох, ё-моё. Как говорится, что увидели, то и спели. Мы продолжим, и у нас немного лёгких новостей. Новостей. Новости украинской медицины. Врачи Феофании совместно со следователями НАБУ открыли абсолютно новое заболевание. Износирование сердечной мышцы. Ещё один огромадный подарок встречать у нас в гостях. Тина Кароль! Не может быть, знаете, но... Божечки мои! Красота вернулась! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, Тина! Добро пожаловать, да. И сразу, знаете, хотелось бы поздравить. Тина Кароль получила звание Народной артистки Украины. Аплодисменты! Поздравляем, Тиночка, поздравляем. Но, помимо всего прочего, знаете, это звание ещё и огромная ответственность. Теперь у вас от народа не должно быть никаких секретов, вы же понимаете. Я нашёл. Здрасте. Ремёрочку закрывать надо. Здравствуйте. У вас ключи, да? Случайно я нашёл ноутбук, да. Значит, смотрите, Народная артистка, да? Значит, мы сейчас будем задавать вам вопросы. Вы будете отвечать. Мы, сверяясь с вашей историей поиска в Уоле, будем проверять, правда это или нет. Доверились? Вот оно что. Ну, да, давайте попробуем. Поехали. Ну, что-то лёгкое для начала. Скажите, правда, что ваш сын учится в Лондоне? Правда. Давайте посмотрим историю в Гугле. Значит, заказать пиццу Киев-Лондон. Как отправить сыну посылку в Англию? Недурно. Как отправить сыну посылку в Англию проводнице? Интересно. Нормально. Как вы относитесь к коллегам по цеху, Синочка? С любовью. С любовью. Ну, это правда, я смотрю, вы интересуетесь творчеством своих коллег. Значит, запросы. Джамала 1944. Следующий запрос. Сколько лет Джамале? Значит, дальше. Самая сексуальная певица в Инстаграм. Как заблокировать Инстаграм Макса Барских? Нормально. Да, да. Ну что, опять из легкого. Я не знаю. Правда ли, что вы сами пишете себе песни? Порой да. Давайте посмотрим, что говорит история. Значит, сколько стоит заказать песню Константина Меладзе? Сколько стоит заказать песню Руслана Квинты? Рифмы на слово «пупсик». Теперь верим. Какими музыкальными инструментами вы владеете? В фортепиано. В фортепиано. Ничего нового не хотите попробовать для себя? Мечтаю. Мечтаю. А что там говорит наш поисковик? Раньше все узнали, да. Значит, запросы. Уроки игры на гобои Киев. Купить гобой Киев. Продать гобой Киев. Как перестать принимать импульсивные решения. О-о-о. А всякое бывает, согласен. А скажите, Тина, вам нравится вести шоу «Голос»? Ну, в жюри же вы там, да? Да, конечно, да. Давайте посмотрим, что говорит история. Поехали. Значит, когда закончится проект «Голос», сколько еще в Украине поющих людей, адреса поющих людей Украины, как понять по голосу, симпатичный человек или нет. Симпатичный ли мужчина. Можно ли периферическим зрением увидеть то, что сзади? Супер. Хорошо. Ни для кого не секрет, что вы начинали в хоре Вооруженных сил Украины. Правда? Да. Да, были его солисткой. Вы сейчас поддерживаете с ними отношения или нет? Конечно. Порою, да. Порою поддерживаете. Так, посмотрим. Как отказать в свидании хору Вооруженных сил Украины? Нормальный запрос. Казусы какие-то были во время выступления? Придерживала платье порой, бывало. Да? Посмотрим. Значит, как незаметно подтянуть колготы, когда поешь выше облаков. Нормально. Бывало, видимо. Ну что же, и последний вопрос, друзья. Что громче? Голос Тины Кароль или аплодисменты четырех тысяч человек? А? Давайте проверим. Явная победа. Народный арбийский Украины Тины Кароль! Голос Тины Кароль! Когда нас вызывают на бис? Нет, это не угроза и неплохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на рейс. И зрители вспыхают, и сердце замирает, и девочки в их стадии закрывают глаза. И гром аплодисмента, и лист на сто процентов, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам не шашки и не домино. Это не прикол, это не каприз, Это просто значит, будет номер на рейс. Чтобы победить коррупцию, как-то бороться с ценами, политики наши пошли на беспрецедентные меры и запустили флешмоб «20 отжиманий». Хотя нет, 20 это много. 10! И вот, наконец, эстафета дошла и до Олега Ляшко. Смотрим. Доброго дня! Доброго дня, скотиняки! Я Олег Ляшко, сейчас начнется жесть! Push-up challenge! Ты включил камеру? Включил, включаю. Кто мне передал эстафету? Кличко. Идите, калихайте. Сколько раз он отжался? 350. Ну, я отжмусь 400. Ага. Легко, я лидер радикальної партии. Готовый считать? Готовый, готовый. Все готовы? Да. Ради Украины. Лидер радикальної партии. Первый раз так стою. Готовый? Готовый, Элихо Ляшко. Шапить мене, скотиняка! И один! Ты включил? Включил, включил. Выключай! Трошки тяжко. Давай такая фигня детская. Я став на руки, а ты вот это приседай и все. Понял? Типа я отжимаюсь. Ага. Понял фишку? Ты зрозумев, зрозумев. Дивись мне. Ага. А то будешь стоять, как я. Готовый? Готовый, Элихо Леонидович. Включай! Включил? Включил. Включил. Руки оттекают, выключай. Не так, треба иди сюды. Вот такая фишка. Значит так, я стою у двери. Ты переверни камеру. Типа це пол. А я віджимаюсь вот так, ты понял? Ага. Готовый? Я понял, понял, Элихо Леонидович. Готовый? Давай ты в кабинете. А то не дай бог, ктось побачит. Иди в кабинет со мной. Иди сюда. Давай ты тут. Тут и свет лучше. Дивись. Да, понял. Да? Включай давай. Ага. Ну что, ты включил? Включил, Олег Валерьевич. Доброго дня. Я Олег Валерьевич Ляшко. Лидер радикальної партии. И сейчас я начну этот push-up challenge. Рахуй, я отжимаюсь. Один. Легко. Два. Ты бачишь, какая сильная людина. Ляшко. Три. Чотири. Можешь на пальчиках. Пять. Ты бачишь? Шесть. На одном пальце. Ааа. И бачишь же. Вытворяю. Ах, на хевиметр. Девять. Десять на кулачках. Ты бачишь. Одинадцять. Легко. Дванадцять. Опа. Тринадцять. Опа. Чотирнадцять. Опа. Дивись так. Оп. Хоба. Ти бачишь? Хоба. Ти бачишь? А може на одной руці легко. І на другий. А може так. Опа. Опа. А може сейчас смертельный номер. Бачишь без рук. Дивись. Хоба. Хоба. Два. Але, Валерьевич, як вам цей документ подписати? Ти шо, не бачиш, що я тут віджимаюсь? Ааа. Розумію. Ага. Ах. Наступай на руку. Лідер. Так, так. Де документ? Хоп. Документ. Опа. Це опа. Так. Можу бачить віджимати. Підписую. Лягко. Крапка. Отак. Ох. А це сквозняк. Тоді чайно. Включай. Ді, 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 ді. Понял. Так, ти влючив. Добре. Триста дівяносто девять. Шістсот. О. Але, Ляшко, ти бачиш, скільки разів. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Пріжок в висоту. Ти бачиш так? І готовий? І... Вот это да! Высоков, Ляшко не срыбал, это вообще было где-то 60-120 метров в высоту. Олег Валерьевич, что такое? Ваш кофе. А кто же дал впливи у меня? Американу, вы просите. Американу, ты секретарша моя, Степан, дура такая. Ты помнишь, как я там кофе, там яблочко, мочоненько, пошукайте, будь ласка, Степан, новенький мой секретарша, Степан, так, так, зараз все еще не все, зараз будет упражнение на дыхание, после отжимания, смотрите, очень тяжкое такое, но легко это делать, смотрите, и, а сейчас без рук. Ты бачишь на кофе, всасываю и высажу, а что такое там, а, что это, и яблочки мочоненькие, яблочки какие, ой, ой, перевернулись, а, вот так, я пойду, да, иди, иди, молодец, дуже дякую, так, ага, ага, выключаем. Классно вышло, Олег Валерьевич. Это еще не все, ты снимаешь? Снимаю, снимаю. И чуди мои, потянутые. А, турничок, я понял. Помечники, давай турничок. Так. Так, повыше давай. Кривовато. А ну, а ну, опустите трошки. Еще, еще трошки. Пидимай. Хо! Снимай. Снимаю, снимаю, Олег Валерьевич. Снимай. Да снимаю. Мене снимай. Краще віджимання. Всі разом. Еди, зінов. В кабінет, еди, зінов. Помечники сейчас разом, да, починаемо, давай. Опача. 823, 824, 825, та шо там нелегко. А ну, дайте, шось там є, нагрузить мене трошки. А ну, опа, оце так да, і 827, бач, легко. 828, 29, все равно лико шесть, шось там, та, та, там опереді. Ого, оце так да, Оляшко, легко. Олег Валерьевич, а не башка? Ні, Масецюк, ти ж схуднув. Ні, 900, легко, 902, а на одно 903. Ох, я гігант. 999, 960, та шо там не так? А шо, а шо там мускулатура є невинно? А зараз, перейдягнусь в воздухі, покалічую. Ха-ха-ха. Це, шо, всі люди бачили, що все натурального ляшка. Ніякась там пластмаса. Давай, зі, утяжелі, ділядіть ці сюди. А зараз упражнення з живим весом. Це найтяжче в фізкультурі. Пригай. Хо-ха-ха. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і все, о, і вівчастя. Чесно кажучи, наберем цей кофе на вибори, але вам скажу, що я не тільки людина ляшко, я ще людина павук. Батя, беремещаю силу, надо крепко держаться, липну до любой стянки, бачу, опа, такая людина, как уже говорят, вот так сиджу, вот так сплю, вот так, вот так висю, все, бо голова со мной докрасна, все, выключаю. Вот так, классно, классно, Олег Валерьевич, ты, не маешь, эстафету треба передати, молодець, свиня ты такая, короче, так, я Олег Ляшко, лидер радикальної партии, передаю всю эстафету всем политикам, хай краще занимаются физкультурой, чем своей хернёй, до побачення, батьяк, бух, Ага, 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 ну что, я вас не целаю, Олег Валерьевич, майма шоу, майма. Что ж, друзья, мы продолжим, и, как известно, новые законы принимаются для того, чтобы изменить жизнь людей. Несмотря на то, что закон об отмене 8 марта так и не был принят, жизнь одного человека очень сильно поменялась. Итак, 8 марта, утро, квартира того самого депутата, который и предложил отменить международный женский день. Смотрим. Доброе утро, женщины! Доброе утро! В чём дело, я не понимаю, а? Что случилось? Ничего. Дорогая. Ну? Ну? А! Мама, вы же не ходячая. Что происходит? Ничего не происходит. Что случилось? Что вы надутые? Да ничего. Просто день такой. Угу. Какой день? А никакой. Ага. 8 марта. Обычный рабочий день. Угу. Хорошо. Не проблема, я сам себе сделаю завтрак. Будешь резать хлеб, осторожней, на нож не напарись. Да ты шо, дорогая? А где нож? У меня. Угомонитесь, мама. Могу позавтракать и на работе. Где мой пиджак, ремень? В коридоре. В чемоданах. Понятно. Ясно. Заговор пошёл, хорошо, ладно. Я сейчас уйду и начнём сначала. Угу. Я типа приду, поздороваюсь. Хочу увидеть улыбки моих любимых женщин. Угу. Готовы? Пожалуйста, да. Доброе утро, женщины! Угу. Ведьма. Доброе утро! Угу. Здравствуй, дорогая. Да шо такое? Ты? Ты? А-а-а! Хм! Вы же не ходите уже восемь лет. Чего вы меня трогаете, Лидия Михайловна? Вы что, не знаете, что я депутат? У меня неприкосновенность. Я депутат от самой большой фракции. От БПП. А ты что, дорогой, не знал? Тебя же выгнали. Вот бумага. В смысле, кто подписал? Порошенко? Угу. Марина. Заговор, значит. Бабский заговор. Ну хорошо, а шо вы не можете сделать, а? Шо ты сделаешь? Ну? Сексуальную блокаду на шесть месяцев? Да, я просто перестану делать то, что ты любишь. Ага, и то, что ты не умеешь. А вы, шо будете делать? Храпеть всю ночь? Или наедете креслом на лужу от кота? И развезете по всей квартире, да? Зачем вам 8 марта? Вы пенсионерка. Вы и так ни хрена не делаете, не работаете. Зачем вам этот праздник? А как же подарки? Как же цветы? Мама, дайте повод. Я вас пустилю цветами от ног до головы. Не дождешься. Здравствуй, мама. Ой, доченька. Здравствуй, моя кошечка. Какая красивая такая. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, доченька. Здрасте, дядя. В смысле, какой дядя? Я папа. Мой папа погиб. Доченька. Их не слушай. Я твой отец. Все как прежде. Да, только теперь перед словом «отец» я буду добавлять биологический. До свидания, бабушка. Держи конфетку. Как так может быть? Я не знаю, мамка. Делали дочку мы с тобой, а она пошла вот в эту ведьму. Моя внуча. Слушай, Петренко, я тут подумал, а если вот один праздник убрали, может быть, один добавить? Какой? Ну, например, сделаем 15 июня международным днем придурка. Это же мой день рождения. Все верно. В этот день родился их лидер. Мама, я хочу напомнить, что вот это электрическое кресло купил вам я. Ничего. Понятно? И пульт от него у меня. И я решаю, в какой беседе вы принимаете участие, а в какой... Любуйтесь стеной. Понятно вам? Где наша домохозяйка? Катя, иди сюда. Одна приличная женщина. Геннадий Васильевич, мой завтрак. Завтрак? О, да-да. Вы это видели? А что случилось? Я ничего не заметила. Я стеной любовалась. Спасибо, я наелся. Я уберу? Да уберите. Что происходит? Мама. Мама, повернитесь. Извините. Вы что думаете? Это я отменил этот праздник. У меня есть коллеги. Сейчас позвоню своему коллеге по фракции. Все ему доложу. Давай-давай. Алло. Алексей Петрович. Вы не представляете, что мне тут мои женщины устроили. Да, вообще. Бунт. Ага. А вы сейчас где? Дома? Дома. А что за шум? Вы на балконе? А что вы там делаете? Живете? Ничего смешного. Со мной не выйдет? Как с Петровичем. Понятно? Все забыли. Я сейчас уйду и вернусь. Начнем сначала. Итак. Доброе утро, женщины. Угу. На всякий случай. Здравствуйте, дорогая. Угу. Да что ж ты будешь... Мама. Пристегните протез обратно. Ну-ка покажите, что у вас в руках. Вы что, охренели? Зачем вам это 8 марта? Куча проблем в стране. Может быть, сегодня кого-то изнасиловали? А вот не надо было отменять 8 марта. Может, тебя бы и не изнасиловали. Кто это? Добрый день. Здрасте. Я ваш сосед. О? Вы, Петренко Геннадий Васильевич. Да вы. Я. Это вам от моей жены. А это от меня. Спасибо, мужик. Спасибо. Да. Видите? Уважают. Ага. Уважают меня. Катя, идите сюда. Да, Геннадий Васильевич. Ладно. Я ухожу. Где мой пиджак? Забрали из химчистки? Разумеется. Давайте. Геннадий Васильевич, я тут по карманам, когда это самое, кое-что нашла. Что? Вот. Вам вот это отдать или пускай полежит? Или отдать? Положите на место. Это мое. Ой, посмотрите, у меня под пледом тоже нашлось где-то твое. Ой, смотрите, он везде это разбросал. Мама, мама, смотри, что я нашла. Точек. Да забирай. Можно мне пальто, и я уйду? Конечно. Спасибо. Давайте. Геннадий Васильевич, ваше пальто. Ну давайте уже. Темную еду. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена вечно пилит, куда дел зарплату. В Египет не едем, опять виноват я. Не догадался пойти прогулять ее. Не оценил ее новые платья. Жить с ней бывает порой утомительно, но... Ай, борщ офигительный. Борщ офигительный. Кекс офигительный. Секс основательный. Сын сногшивательный. Все говорят, ну расслабься, будь проще, но... Те же проблемы с любимой тесей. Лявнул не то, уронил не заметил. Вышел в трусах, не поднял не ответил. Что-то кому-то не так непочтительно, но... Ау, тесть офигительный. Тесть офигительный. Клёп офигительный. Гараж привлекающий. Тост утверждающий. Вот я на работе живой, но помятый. Но мама звонит уже раз в двадцать пятый. Сына покушал, сандали с носками, выпил лекарство. Опять грубишь маме. Вечно ты занят, готов отключить ее. Но лишь слышу голос. Алло, мам. Все офигительно. Пьем офигительно. Сплю офигительно. Пью избирательно. Все замечательно. Вся наша жизнь, как прекрасная дама, Бьет ниже пояса, круче ван дамма. Блокада, Ляшко, коммуналка, налоги. Доллар соседен, футбол и дороги. Как до сих пор мы живем поразительно. А все почему народ офигительный. Жизнь офигительна. Страна офигительна. Народ, где найдешь еще. Все будет хорошо. Пошу. Дорогие друзья, очень важные остались мысли, которыми хотим поделиться. Вы знаете, сегодня поздравляем всех женщин. Не только с 8 марта, а со всеми весенними праздниками. Давайте им поаплодируем. Вы наши любимые. Это есть. Вы знаете, женщины вечно борются за свои права. Но мы считаем, что наши права мужчин, они ущемляют. Тому много доказательств. А ну да. Например, я ни разу не видел половые тряпки из ваших вещей. Это да. Дорогие женщины, но согласитесь, знаете, как-то несправедливо дарить нам спиннинг, а потом не отпускать нас на рыбалку. Глупо. Да. Не водичь, конечно. Мы требуем признать, что поездка в Моршин – это не отдых, а принудительное лечение. Конечно. Мы требуем равноправия запаха в квартире. Или пускай выходят красить ногти тоже в подъезд. Да. Честно, да. Мы требуем признать мужа подружки, который все делает лучше нас, официально несуществующим. Да. Мы требуем приравнять мужские носки к домашним животным. Значит, другими словами, разрешите им валяться там, где они хотят. Это правильно. Каждый человек имеет право на уважение своего достоинства. Да. Вот я предлагаю исключить из женского лексикона такие слова, как «рукожопый», «криворукий» и «тупорылый». О, «тупорылый». Ну или выдавать нам пособия, как людям с ограниченными способностями. Вот это правда. Тверь женщины, перестаньте нас называть скотиной, когда мы немножко выпьем. Ну, бывает. Да вам любой фермер скажет, что скотина, она, может быть, и не понимает, что говорят, но интонацию чувствует. Конечно. Нормально, спокойно. Конечно. Понимаете? Значит, самое главное, мы требуем запретить формулировку «супружеский долг», как слишком давящую на мужчину. Надо немножко, ну, заменить. Конечно. Пусть будет «супружеский гостиниц», «супружеская неожиданность», «супружеская оказия», «супружеский раз» и все. Хватит слово, ребят. Да подожди, ну о каком равноправии мы вообще говорим? Вот ты, мужик, скажи мне, ты главный в семье? Главный? Ага. Скажи мне главные номерки из гардероба у кого? Или кто во время финальной песни пойдет прогревать машину? А вот ты вот че ржешь на балконе? Ты главный в семье? Ага. А че жена в партере сидит? Слушай, а как-то у них все легко, так все просто. Легко. А у них че, политика такая? Кстати, к женщинам-политикам у нас тоже есть вопрос. Так. Значит, требования к Валерии Гонтаревой. Каждый раз, когда она объявляет курс доллара, ну хотя бы немножко отыгрывать лицом такие эмоции, как расстройство, соболезнования, утрата. Ну, не очень. Кстати, кстати, по поводу Савченко у нас тоже требования. Да. Слушайте, хватит, а? Ну, хватит пускать уже одну неподконтрольную на другую неподконтрольную. Да. Хочу обратиться к жене Трампа. Давай. Никаких просьб. Просто дружеский совет. Мелания, хватит пускать своего мужа ходить в туалет самого. Есть информация, что у него там баба. Кстати, кстати, Юлия Владимировна, давайте не забывать, что вы уже бабушка, и надо вести себя соответствующе. Ну, хотите идти на выборы, идите. Пришли, проголосовали, гречку получили, все, домой. Домой. Держи на место. И еще. У нас требования к Наталье Ветренко. Дайте знать, как вы. Что там происходит? Где вы, Наталья? У меня еще требования к жене Олега Ляшкова. Вы куда смотрите-то, а? Вот там, да. И последнее, последнее требование, пожалуй, к нашей самой главной женщине, к нашей горячо нами всеми любимой родине, к нашей ныньке Украине. Даже не требования, а просто человеческая просьба. Украина, держись. Над Брюсселем туман В Вашингтоне мороз Южный берег не наш На Востоке беда Им там кто-то внушил Что без нас хорошо Но кто здесь станет первым, кто сможет сказать Мы идем не туда Ты в свои двадцать пять Обжигалась не раз Каждый новый свой путь Почему-то связав С тем, кто в клятве тебе И на книге святой Продолжай, проклядя в твои поднебесного цвета глаза Держи меня, Родина Тем, что не продано Тем, что мне свято И что близко сроду мне От моей слабости, жадности, глупости Родина просто меня удержи Мы сами свой путь устелили пожарами Свистом булыжника, рваными ранами Выбрали сами себе то, что моему Родина Не зря ведь скажи Смыли кровь с мостовой Загидая следы По залогам и рвов Превращается в пыль Снова врут в новостях Снова бьют нам отдых Сделав из украинской мечты Так легко сувенир для долпы Их свои двадцать пять Удивляла не раз Побеждая порой Всем чертям вопреки Становилась мудрее Понимая, кто враг Ощущая на горле стальные тюзки Марапатой руки Держи меня, Родина Духом, что бродит А с тем, что с тобой уже вместе Родина Горькою памятью Голосом совести Голосом крови Меня удержи Крепко держи меня, Родина Милая Я не хочу неоплаченной милости Я не прошу унесительной жалости Не отпускай, мое сердце держи Держись, моя Родина Только пожалуйста Я не боюсь, не саюсь и не жалуюсь Я заслоню тебя сердцем отчаянным Падая и поднимаясь, любя Только держись, моя Родина Смелая Верь мне словам Потому что я делаю Будет свободным Мое поколение Только свободною Знаю тебя Спасибо большое Мы старались Квартал 95 Дякуемо Спасибо 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 Спасибо